Этот вечер посвящен 60-летию Театра на Таганке. Но он немножко необычный, наверное, будет по одной простой причине, что сначала я, чтобы вас погрузить, потому что я подозреваю, что не все бывали в этом театре и смотрели его спектакли, а, к сожалению, в аудио варианте несколько спектаклей существует. В видео, к сожалению, нет ни одного спектакля Театра на Таганке, снятого полностью. Есть съемки польского телевидения, частичные, нескольких спектаклей. Есть болгарского телевидения тоже несколько спектаклей. Но целиком увидеть и понять творчество Юрия Петровича Любимого и всех действующих лиц Театра на Таганке, увы, можно сейчас только по рассказам очевидцев или участников данного спектакля. Поэтому вот такая ситуация. Ну, конечно, я сразу объясню, когда Алексей Васильев предложил устроить вечер 9 мая, я сразу понял, что мы начинать будем из уважения к Пырьеву в 6 часов вечера после, что и делаем сейчас. И для того, чтобы погрузить вас в некую атмосферу Таганки и пьес, репертуара того, что было характерно для этого театра. Ну, во-первых, тут вот есть артефакты, это реальные программки 70-х годов, и это реальные афиши. Есть книги Юрия Петровича Любимого и, соответственно, диски с теми спектаклями, которые есть в фонограммах. Ну, еще тут целый ряд. А чтобы погрузить в атмосферу, сейчас у нас очень стало популярно читать, не ставить пьесы в театрах, а устраивать читки пьес. Поэтому мы начнем с того, что я нагло, без всяких актеров, прочту вам пьеску небольшую. Ну, так он, я бы сказал, в таганском стиле. Если будут какие-то вопросы как раз о театре, в котором мне как раз в 70-е годы повезло и жить, и работать, потому что я... Мне трудно разделить. На таганке нельзя было работать. На таганке можно и нужно было только жить. Только что напечатана эта пьеса на русском и польском языке. Соответственно, называется она «Это было и будет, пока мы есть» или «Весь мир насилья – мы». Сначала она называлась только последним названием «Весь мир насилья – мы». Для русскоязычных понятно, откуда берется эта строчка из одной очень известной песни, которая до Второй мировой войны была гимном Советского Союза. Вот. Все. Тогда с вашего разрешения сяду и попробую почитать. Пьеса в двух действиях по мотивам Гроссмана, Шаламова, Страдинша, Пиляра, Пола, документов архипелага ГУЛАГ, Александра Солженицына и других свидетельствах, испытавших все прелести этого мира на своей шкуре. Место действия. Бескрайние просторы родины от Архангельска и Воркуты до Магадана и Джесказгана. Время действия. После окончания Второй мировой войны. Действующие лица. Заключенные ЗК. Коминтерновец, эсэсовец, православный священник, католический ксенц, латыш, татарин, артистки лагерной самодеятельности, номенклатурный по прозвищу «Стена», уголовный по прозвищу «Микей», еврей, артист, украинец, поляк, военный Артем, немец, охранники ВОХР с автоматами и собаками, инспектор, полковник государственной безопасности, его подчиненный, младший лейтенант ГБ, комендант лагеря, зэки, массовка, сидящие где-то и столько, сколько дали. В оформлении спектакля стоит использовать рисунки Данзиги Балаева, Бурятия и Юла Солстера, Эстония, других лагерных художников. Акт первый. Пролог. Пустая сцена. В центре стоит стул. Из глубины сцены выходит человек в форме, в шинели старшего офицера государственной безопасности. Медленно подходит к стулу, садится, осматривает зал. Из кулисы быстрым строевым шагом выходит молодой, светловолосый, младший лейтенант с большим кожаным портфелем. Подносит, протягивает его к сидящему и вытягивается по стойке смирно. Свободен. Офицер разворачивается и таким же шагом уходит в кулису. Сидячий открывает замки портфеля. В нем серо-кремовые папки дел. Вынимает первую попавшуюся. Раскрывает. Зрителям видно на папке слово «дело». Синий шестизначный номер печати. Надпись красным. Хранить вечно. Сидячий открывает взгляд от папки и смотрит в зал. Вспышка стробоскопа и темнота. Через зрительный зал артисты в одежде зэков вносят ствол дерева. Большое бревно. Козлы. Двуручную пилу. Расставляют на сцене козлы. Кладут на них бревно. Двое примеряются с пилой к началу бревна. Остальные сгрудились в глубине сцены. Стоят, смотрят в зал. Входят охранники. Офицер, автоматчик. Лучше, если возможно, с собакой. Поднимаются на сцену. Зэка в глубине сцены еще сильнее сплачиваются, превращаясь в единую серую массу. Охранники оглядывают их. Зал. Солдат-собак угрожающий высвечивает фонариком лица зрителя в зале. Или прожектором луча. Звучит гонг. Удар в рельс. Офицер. Ну что застыли? Работать! Родине нужен ваш труд! Обращается то ли к зэкам, а то ли в зал к зрителям. Солдат вскидывает угрожающий автомат, передергивает затвор. Другой солдат дает команду свистком. Двое на переднем плане начинают лихорадочно пилить бревно. Остальные зэка в глубине сцены начинают полномерное, бессмысленное бронусское движение. Охранники уходят. ЗК эсэсовец. Ну что, учитель, никак мы с вами не расстанемся, как связанные одной цепью, так и бредем по дороге жизни, называемой историей. Коминтерневец. Ничего подобного! Вы никак не хотите понять. Хотя мы и идем иногда параллельными курсами, но совершенно не совпадаем в главном, в целях. Эсэсовец. Врезаясь пылой в ствол. Ну да, особенно сейчас не совпадаем. Как это говорилось у классиков, в конкретном рабочем моменте истории. Видите, сейчас мы с вами связаны с самым надежным орудием пролетариата. Пилой дружбой. Это вам не булыжник. Ею воюй сколько хочешь. Но только в рамках спущенного из Кремля плана. Коминтерневец. Бред! Кремль никакого плана не спускает. Эсэсовец. Ну да, не Кремль. НГБ, СМЕР, Шапком, Фюрер. Тоже планов не спускал. Но как мы усердно строили дороги? На века. Чтобы внуки могли по ним ездить. Вы, может быть, будете утверждать, что это делал один лей? Нет, учитель. Мы все это делали. Точнее, заслодавляли это делать. Они это придумывали. Мы реализовывали. А люди строили. Свободно и добровольно. Но иногда и принудительно, когда сознания не хватало. Коминтерневец. Вот именно. Вы признаете главное. Принудительно. А мы всегда призывали и выступаем за свободный, почетный труд. Эсэсовец. Да. Типа того, которым мы занимаемся в этом лагере. Коминтерневец. Вы отлично выручили русский язык. Но главного понять не в силах. Труд даже в данном случае является облагораживающим, воспитательным элементом. А в вашем случае еще и элементом искупления за злодеяния, причиненные вами людям. Эсэсовец. Я-я. Злодеяния людям. Мы просто хорошо реализовали ваши идеи. Мы лучше всех поняли, разумеется, благодаря вам. Когда вы нас учили на Соловках, что интересы государства, идеи, высшего руководства должны являться интересами народа. А те, кто этого не понимает, должны направляться, перевоспитываться. Как мы твердили почти 12 лет. Ein Reich, ein Volk, ein Führer. Но вы-то почти что это же твердили уже несколько десятилетий. Разница только в том, что мы превозносили живого. А вы и мертвого, и живого. Коминтернами сбросая злость и пилить. Бред. Мы старались сделать человека свободным и счастливым. Счастливым не паразитированием на чужом труде, а счастливым своим трудом. Мы учили человека миру. Миру? С бредом о миру о революции? Не смейте трогать наши идеалы. Отчего же? Вы мечтали, а мы их практически почти выполнили. Враньем. Мы мечтали, боролись за то, чтобы люди стали счастливыми. Ну и фюрер боролся за это же. Правда, в отличие от вас не в мире, а вначале в одной отдельно взятой стране. Он как раз реализовал вашу мечту при процветании и счастье. Но для одной суверенной страны. Одной нации. Коминтернами бьет. Бред. Вам не удастся замарать нашу идею. Да мы не пытались, учитель. Мы просто ее воплощали. Коминтернами с почти в истерике. Врете. Вру? А где нас учили, что великие цели оправдывают любые средства? Где нам показывали, как нужно организовывать концлагеря? Не на Соловках ли учитель? Не вошли коллеги, объясняли нам, как нужно работать со спецконтингентом? Не вошли инспекторы в обход ненавистного Версала готовили наших асов в небе под Липецком? Мы это помним. И благодарны вам за это. За науку. Недаром наши асы категорически отказывались бомбить Липецк. Не вы ли помогали своими поставками строить нашу мощь? Не вы ли открыли нам дорогу на восток и с удовольствием разделились с нами, страны Востока и Европы? Не вошли, учитель-друзья, прилетали в Берлин, а потом тепло приветствовали в Москве Риббентропа? Не вошли, вождь поднимал тост за нашего великого фюрера? Да. Подавлено, Коминтернец, бред. Мы пытались выжить в созданной против нас экономической блокаде. Мы помогали братьям по классу, немецким рабочим, крестьянам, еще военным и полицейским. В конце концов, мы были вынуждены, обязаны помочь нашим братьям в Балтийских странах, спасти от польских и румынских извергов, украинцев, белорусов, молдаван. Мы восстановили свою страну. А мы свою империю. Мы уничтожили вас. Мы сломали вам хребет, платив за это десятками миллионов жизней наших людей. Мы вас победили. Учитель, а вы помните текст из вашего гимна? Коминтернец. Союз нерушимый, республик свободных. СССР. Поможешь? Да нет. Не этого помпезно-лживого, а того, который вы так любили. Из интернационала. Помните, у вас там в русском тексте была замечательная строчка? Весь мир, насилье, мы. Ну и так далее. Вы же в курсе. Ни во французском оригинале текста, ни в немецком, польском, итальянском, испанском этих слов нет. И смысла этого нет. А у вас есть. Может быть, это верные слова? Весь мир, насилье, мы? Вам не кажется, учитель, что это замечательная догадка? Весь мир, насилье, мы. Оба застывают в молчании, пауза. СССР. Весь первым очнувшись, горько улыбаясь. Победили. Теперь мы с вами пилим это бревно. Вы и я. Вы, сидевшие у меня в лагере, и я. Ваш следователь. Нас обоих. Ваша победа уравняла. И меня, и вас. Сочла врагами. Может быть, и верно. Мы оба были врагами человечества. И вот оно нас привело к этому бревну. Круг отпильного ствола отваливается от бревна. И шумом падает на сцену. Вспышка яркого света, темнота, свисток, крик. Работать, сволочи! Лазь собак, свет зажигается. У бревна с пилой другая пара. Рядом валяются отпиленные предыдущие пары бревна. Священник. Возьмемся, помолясь. Давайте. Тут этими орудиями эксплуатациями оказались уравнены и в правах, и в своем служении. Священник. Увы, скорее не в Богу. А, оглядываясь с опаской по сторонам, к солнцу смехаясь. Ему, нечестивому растлителю человеческих душ, уничтожителю человеческих тел. Священник. С телом, разумеется, беда, но с душой порой того хуже. В этих условиях человек все больше теряет искру Божью, превращаясь во что-то непотребное. Все он задумчиво. Да, сопротивляться этому сложнее, чем нам бы хотелось. И намного труднее, чем сопротивление материи и дерева нашему тупейшему труду. Священник. Удивительно. Там, на воле, в нормальной жизни, у нас было столько причин для разногласий. А тут, в неволе, мы в воле и неволе объединены одной судьбой и одной задачей. Хоть как-то поддерживать в себе и в других надежду и малость божественной искры. Ксен спасеживаясь. Да, в этой мерзлоте, или как правильно по-русски мерзлоте, искра является тем немногим, что жизненно необходимо. Священник, да. Искра тепла и искра оглядывается опять и шепотом Божья. Ксен, брат, давно хотел вас спросить, как вы справляетесь с тем, что всякая власть от Бога? Священник. Ну, разумеется, мы имеем власть, которую сами заслужили, и в этом смысле она действительно от Бога. То есть не спослана нам в наказание за грехи наши. Так просто? А не кажется вам, что именно такое смирение, если хотите, непротивление злу и привело вас сюда? Ну, ваше сопротивление вас тоже привело сюда. А во-вторых, патриарх Тихон жизнью заплатил борясь с безбожниками, как и многие другие епископы и братья. Знаю, знаю. О патриархе Тихоне речи нет. Но, брат, в то время, как вы тут, а многие, очень многие, давно насильно отправлены в лучшие из миров, люди, ваше паство не услышало от вас призывов к сопротивлению. Вы не предали всенародного нечестивца, нарушителей, всех человеческих законов анафеми. И более того, многих пошли им в услужение. Тем самым вы легимитизировали их власть в глазах простых людей. Мы же в Литве призвали людей к борьбе и сами ушли в леса, помогая священным словам и делам сопротивления нечеловечественным, нечестивцам. Ну и что это дало? Реки крови, загубленные жизни? Нет, реки очистительные, позволяющие народу сохранить свою честь и верность своим предкам. Видея это сопротивление и единение с народом, даже эти нелюди отступили. Наши храмы не разрушаются, не оскверняются, как повсеместно ваши. Костелы не переделываются в клубы или амбары. Разве хотя бы за это не стоило проливать кровь? Возможно. Но для нас мир и целостность государства оказались важнее. Наш народ всегда был воспитан в смирении к власти, даже в период ее самых жестоких проявлений. Для нас, для православных, смирение и терпение являются непреложными добродетелями, которые должны быть присущи как отдельному человеку, так и всему обществу. Может быть, это как раз и секрет того, что изверги так любили и прославляемы в вашей истории? Нет. В нашей истории прославляются герои, страстетерпицы, богомольцы и правители. Да, и правители, ибо всякая власть от Бога. И нам пристало молиться за Родину и за власть, за сохранение мира и благоденствия в сердцах и умах. А как же со словами вашей великой оперы Борис Годунов? Нельзя молиться за царя Ирода. Богородица не велит. Хотя, я слышал, на ваших сценах царя Бориса давно не ставят. Богородица своим покровом не оставит Россию и своей молитвой направит и правителей, и народ в Царство Божье. Вот, казалось, уже который раз совсем победила силы басурманская и германская. А нет, восстала Великая Матушка Россия. Даже церковь наша была призвана к служению, к борьбе. В Москве патриарши соборы открыли. Правда, не в Кремле, а в Елохове. Но за святыми дарами. Все чин по чину. Вождь с патриархом встречался. С епископами. Конечно, конечно. Но вот что-то вас забыли выпустить. Да и других богатяпцев ваших. Я на этапах многих встречал. Служат? Всевышний посылает нам испытания. Возможно, за грехи наши, а возможно, и за грехи народные. Наша участь – нести их со смирением и молиться. Оглядывается, осеняя себя крестным знаменем. За народ наш, за нашу Родину. А бороться? Или вы действительно думаете, что это... Или любая другая земля. И этот, или любой другой народ сослуживает такой жизни? Отрывает руку от пилы и обводит руками сцену, зал. Бороться – это не наша доля. Наша доля терпения и несения слова Божьего людям, страждущим и несчастным. Да, ГБшникам, вохровцам, блатарям, прочим героям ком труда, ваше слово очень-очень нужно. Так нужно, что они вас на морозе спилить отправляют, блатных, скорбезный анекдот рассказывают, терпят. Грязную жизнь в грехе предпочитают вашему слову. Но не все. Среди всех этапов есть Божьи люди. Они слова моего и моих собратьев. Им становится от него легче, светлее. Не все в жизни мирское. Не все. Но гляньте на моих братьев, на литовцев, латышей, эстонцев, украинцев, поляков, венгров, немцев. Мы помним слово и дело Господнее. Сохраняем веру и не только в Бога, но и в свободу нашей Родины. Мы с нашим народом. Народ с Богом и с нами. Боролся и будет бороться, пока Родина и вера наша не станут опять свободными от диктата оккупантов. Может, вам и проще. У нас землица-то вон сколько, а у вас-то чуть-чуть. Не важно. Не бывает Родины большой или малой. Бывает свободная и несвободная. Возможно. Но Россия, она же великая. А значит, свободна. Не думаю. Хотя, конечно, есть надежда, что это общее страдание, которые пришли на ваш век, помогут нам в будущем сблизиться. Думаю, наши многовековые разногласия постепенно отойдут на второй план. Молюсь, чтобы удалось вернуть свободу и веру. Надеюсь, что мы сможем вместе найти слово, чтобы вести наши народы к миру и согласию. В мире равенства перед Богом. Нужно помнить, что великой Родина является для каждого, кто ее любит, вне зависимости от ее размеров. Кругляш с отпиленного ствола отрывается и шумом падает на сцену. Священник, ну вот, допилились с Божьей помощью. Пойдем, погреемся у костра от искры. Ксеноцин, да, брат, Христос воскрес, а наша жизнь идет, как по Голгофе. Кто будет крепок в вере, эту дорогу на Голгоф выдержит. Положив пилу, они по разные стороны бревна удаляются вглубь сцены. Свет постепенно гаснет. Они сливаются с общей темно-серой массой зэков в глубине сцены. Звук, зазывающий ветер, наполняет зал. Крик. Опять волыньте, гады, работать! Из толпы к пиле устремляются бегом двое зэков. Но в середине сцены оглядываются назад. И, увидав, что на них никто не смотрит, переходят на медленный шаг. Латыш. Подходя к пиле и поднимая ее с пола. Мороз 42 градуса. Надо идти пилить дрова. Татарин берется за пилу, начинает пилить, вздыхает. Да, однако нужно. Плохо работаешь. Совсем мало есть будешь. Мало есть будешь. Плохо работать будешь. Плохо работать будешь. Умирать будешь. Есть хочется. Латыш. По йог на них хлеба на день 500 грамм. На завтрак суп жидкий 500 грамм. В обед суп жидкий 500 грамм. На ужин суп 500 грамм. Жиров нет. Одна вода. Татарин мечтательно. Мясо. Горячее. Последний раз дома ел. Как раз солдаты ворвались. Начали все крушить. На сборы всего-то час дали. Прихватил, правда, кызы. Но немного совсем. На всю семью всего-то. На три дня. Этап подхватил. По крошечке ели. Шкурку облизывали сами. А мясо детям. Но не спасло их. Не доехали. Латыш. В лагере. В большинстве случаев заключенные умирают от поноса. Противная болезнь. Если кто заболеет, мало шансов остаться в живых. Питание без овощей. Только мука или крупа на воде. Нет витаминов. Из-за этого люди очень быстро подвержены смерти. Татарин. Смерть тут как избавление. Порой ложусь. Жена, дети приснятся. Ручки тянут. Зовут куда-то. Просыпаться не хочется. Так бы и ушелся к ним. А тут гонг или нарядник будет. И надо работать. А зачем? Разве это жизнь? Латыш. Но в прошлой неделе тоже работали на заготовке дров. Когда кололи дрова, обнаружили в поленьях личинок. И всех их съели. Останавливает пилу. Посмотри, может и в этом кто есть. Татарин тоже бросает пилить. Внимательно осматривает бревно. Пытается отковырять кусок коры. Заглядывает под нее. Нет, ничего. Опять берутся за пилу и продолжают пилить. Латыш. Я раньше даже не мог вообразить, что на свете существуют такие мучения. А теперь сам вижу, какие страшные способы применяют в коммунистическом государстве, которое считается государством трудящихся, где человек свободен и не подвержен эксплуатации другим человеком. Лгут и лгут. И сами лгуны понимают, что это так. Как красиво лгут те, у кого нет никаких моральных основ. Но что им делать? Они коммунисты. И правду говорить не имеют права. Они обязаны лгать. Татарин, правильно говоришь. Вот у нас в колхозе плакат висел СССР, пилот и надежда свободных народов. А где они свободные? Я тут, да на этапе, кого только не встречал. Полный и неинтернационал. И все тут. Латыш задумчиво, но не прекращая пилить. Вчера был особый день. В два часа после обеда умер мой свояк Янис. С утра я зашел к нему в изолятор. А он заснул голову под одеяло и говорит, что ему холодно. Хотя в бараке было тепло. Видно, ангел смерти уже стоял около него. Сделали ему укол камфоры. Но это продлило жизнь всего на несколько минут. Я пощупал его ноги. Они уже совсем холодные. Вот так медленно угас крестьянин. Сделали сетнкцию. Оказалось, что у него все кишки от поноса в дырках. Так вот, он остался здесь навсегда. Увезли в лагпункт. Весной похоронят в общей могиле. Кладбище вблизи вырубки среди пней. Ямы для трупов. Копает целая бригада. Поскольку смертность так велика, что иначе не справится. В начале установили дощечки с надписями. А позже это тоже не стали делать. Только ели, шумом веток. Может быть, кому-то расскажут о том ужасе, который им пришлось увидеть. Татарин. В дороге один трубки несём четвером. Хотя у труппы ничего нет, кроме обтянутой кожей кости. Несущим тоже тяжело. Они и сами похожи на эти труппы. Трупы хоронят в голом виде. Кому повезёт, к руке привяжут бирку. На ней фамилия, имя, номер дела по формуляру, число, когда умер. Если сохранилось злотые зубы, их в стационаре вырвут. Если этого не успели сделать, то ворщик трупов из блатареи эту обработку производит сам. Тела без единого клочка одежды сбрасывают в яму. Чуть-чуть присыпают землёй и сравнивают. Чтобы никаких следов не осталось. Мусульман кладут с иудеем, с христианином, с какими ещё неверными. Всех вперемешку, без разбора. При жизни нас унижают и после смерти унижают. Одно слово. Нелюди. Что мы им сделали? Жили, возделывали нашу землю, детей растили. Им не мешали. Всех. Всех до единого. И малых, и старых. Всех забрали. Всех, как скотину на смерть погнали. Будь прокляты. Пусть всемогущий Аллах их покарает. Латыши. Они пришли. Были такие, кто встречал их цветами. Они ходили по улицам. Удивлялись нашим магазинам, нашим домам, костёлам, кирхам. Вначале они много покупали. И люди даже радовались. Хотя было странно, что ходят группами и с оружием. Потом, перед выборами, они вначале запретили большинство наших партий. Все заклеили плакатами своего единого блока. В день голосования кругом у всех участков избирательных на площадях встали люди в серых шинелях с оружием. Стало понятно. Наша свобода закончилась. Кругом развесили портреты их вождей. Больше, чем икон было. И скоро газеты сообщили, что мы добровольно, добровольно, добровольно вошли в их единый великий союз. После этих слов очередной круг дерева отваливается и шубом падает к ногам пилищих. Они на мгновение застывают, смотрят на него. Латыши вздыхают. Хорошо, если даже тут люди не забывают Бога. Кладут пилу и медленно направляются в сторону толпы. Сменяя эту пару, на сцену выходит несколько артисток в костюмах зеков. Встают перед бревном и начинают петь. Идем, идем, веселые подруги. И страна, как мать, зовет и ищет нас. Сразу с момента появления женщин на сцене толпа зеков поглощает Артура и Юсуфа и начинает угрожающе надвигаться на них, обступая поющих со всех сторон. На словах «Цвети страна, где женщина с мужчиной» толпа зеков отрезает поющих от зала. Голоса срываются, переходят в крик. «Не надо! Помогите!» Кто-то из зеков срывает себе одежду, обнажая татуированное тело. «Суки, дайте мне! Семь лет бабы не видел!» Из толпы хрипящий голос. «А их тут никто по много лет не видел!» Слышны звуки рвущейся ткани. Вверх летят куски материи, женской одежды. Стоит крик, ор, стон, плач, проклятие. Гвалт прерывается автоматной очередью через зал. Из окулис к насильной лующей толпе убегают охранники. Собакой звучит сирена. Луч-прожектор шалит по сцене и по залу. Вспышка яркого света чередуется с темнотой. Мгновенно все смолкает. Зажигается свет, на сцене никого нет. Валяются отпиленные круги дерева. Часть одежды зеков и женщин. Бревно в крови, медленно капающие на сцену. Антракт. Второй акт. На сцену выходит офицер и инспектор, начальник из-за области. Офицер показывает на место изнасилования. Вот и выполняет нормативы по культурно-просветительским мероприятиям. Скоты с трудом их успокоили. Женщин отвезли в лазарет. Начальник осматривает место, подходит к бревну. Проводит рукой в перчатке по крови. Подносит к носу. Начальник. Да, нужно лучше охранять этих гадов. Делайте акцент на просвещении и пропаганде. Это наше главное оружие. Офицер, вытянувшийся, отдавая честь. Слушаюсь. Сделаем. На сцену выходят дзеки с плакатами и портретами вождей. На вкус режиссера и театра. Но Ленин обязательно. Сталин, Берия, Серов, Кабулов, Абакумов, Микоян, Суслов. Молотов желательно. Жданов, Андропов. Развешивают на сцене на веревках. Уходят вглубь сцены. Из толпы выходят два очередных персонажа. Очередная пара с пилой. Еврей. Идя к началу бревна, жестикулирует, как бы продолжая прерванный с кем-то разговор. Милая, ты обо мне не беспокоись и не думай, что я пропаду. Я пропасть никак не могу. Меня охраняют и два раза в день пересчитывают. Видишь, в каком я надежном месте. Артист идет, приплясывая, поет громко. От Москвы до самых до окраин. Оглядывается и уже значительно тише. Нам не счесть, не тюрьм, не лагерей. Еврей, услышав последние слова в ужасе. Артист, что вы делаете? Нас же заберут в карцер. Артист, заговорческий, почти переходя на шепот. Человек проходит, как хозяин. Если он, конечно, не еврей. Увидев и испуг и огорчение, Изя рассыпается в хохоте. Изя обиженно надвигает шапку себе на лицо и обхватывает себя руками, как бы кутаясь. Поднимает пилу и протягивает ее напарнику. Да ладно, хватит. Я шучу. Ну что поделать, что такие слова в песне? Ведь из песни слова не выкинешь. Да и помните Изя, кто сочинил эти прекрасные песни? Кто? Правильно. Исаак Дунаевский. Лучший советский композитор. Сталинский лауреат, между прочим. Бросьте обижаться и пугаться. Давайте пилить. Да, давайте. А то норму нужно выполнять. Обещали приварок. Изя обещать не жениться. Наконец начинают пилить. Еврей. Артист, скажите, как вам удается быть таким веселым? Я бы даже сказал, не унывающим. Артист. А что унывать-то? Это там на свободе, когда роль не давали. Можно было от отчаяния хоть на стену лезть, хоть на луну выйти, хоть в водку нырять. А тут вой, не вой. Кроме кума да волка никто не услышит. Нет, зовется. Да с шуткой вроде как и попроще. Но ведь ваш юмор бывает опасный. Бывает. И по зубам получал, и в карцерах сам себе драмы разыгрывал. Ну что поделать? Нас же угораздило родиться там, где горе от ума. Посерьезнее, в чуть тише, скорее себе, чем напарнику. И от таланта. Ну вы не правы. У нас в стране после революции ум ценят. Ну, а что остается, если умных вначале извели, потом кого на пароходах, кого на баржах в разные стороны отправляли, осмотрелись, глянь, а кругом-то одни эти остались гегемоны. Но умные, аж жуть, образованные, даже в белых воротничках. Вот ум ценить и стали. Но особый ум, серый, не высовывайся, стала главной оценкой ума. Прямо кладься. Еврей с гордостью. Вы не правы. Мой брат окончил школу красной профессории, а потом был даже замминистром. Ну и где же он теперь? Еврей, понурив голову, даже боюсь подумать. Незадолго до моего ареста его жена получила извещение. Десять лет без права переписки. Я сам уже почти восемь лет мытаюсь, как враг народа. Но ни его, никаких его следов пока не нашел. А очень хочется. Вы знаете, артист, Моисей был большой умницей, настоящий революционер, большевик. Он с самим Бонш Пухуевичем работал. Ленина видел не раз. Ну да, был. Еврей Золом. Что вы хотите сказать? Подавляю промелькнувшую горькую улыбку, артист. Нет, не я, это вы сказали. Был. Успокаивайся. Ну, это я в том смысле, что до ареста был. И запинаясь, как бы неожиданно поняв смысл этого был. Нет, нет. Видя поникшего изю, артист, бросьте. Как там говорил ваша своей супружница, надежда умирает последней? Не так ли, товарищ Крупская? Еврей не вздыхает. Ну вот, вы все опять превратили в шутку. Изя, Изя, а вы помните юность Максима? Конечно. Какой там Черков? Люблю я зимним утречком полено попилить, сосульками и елками свой голод заглушить. А у вас хлебушка не осталось случайно немного? Нет. Вы что, не помните? Те, что вы нам раньше прислали, мы давно уже съели. И ждем не дождемся новых вкусных блестящих галош. Еврей. Опять вы на свое. А вот скажите лучше, вы же в фильмах снимались. Как это? Ну, это прекрасно. Гримма, костюм, мотор, съемка, цветы, аплодисменты. Девушки, шампанское. А потом тебе объявляют, что фильм положен на полку, как идейно невыдержанный, и тебя объявляют врагом народа. И ты оказываешься на несъемочной площадке без грима и без костюма. И пилишь бревно, чувствуя, что постепенно сам превращаешься в такое бревно. Окончание фразы совсем зло, со стервенением рвет пилу, и она практически врывается из рук Изи. Еврей. Ну что вы, что вы? Вы чудесный артист. Я вас помню, я вас видел. Я тоже тогда еще не был членом семьи в Хаганоходов. Ой, как там Изочка? Пишу и пишу. А ответа давно уже не было. Ведь война была. А мы? Мы в Киеве жили. Артисты. Киев, Довженко, Александр Петрович. Красавец Киев. Какие у вас там каштаны. Какой дух. А какой вид с высокого бега Днепра. Да. Продолжают молча пилить. Вот вы представляете, разберутся все-таки товарищи. Отпустят Моисея, меня. Я встречу Изочку. Мы пойдем по Крещатику в кинотеатр. А там на экране вы. В новой, прекрасной, смешной роли. Вы себе даже не представляете, как я буду рад. И как я буду смеяться и вспоминать это про ревно. Отпильный круг падает на сцену. Артист. Представляю. Затемнение. В толпе зэков к концу сцены, поглощающей изюю артиста, происходит какая-то возня. На сцене и появляется офицер и солдат с автоматом-калажным. Стасюк, мать твою! Липский! Опять собачитесь? А ну за работу, недобитки проклятые! А то сейчас быстро вас примерю при попытке к бегству. Солдат вскидывает автомат, передергивает зацвор, готов дать очередь. Зэки пригибаются и выталкивают из своих рядов двух мужчин. Те пытаются кидаться друг на друга, но оказавшись по разные стороны от бревна, нехотя идут к пиле. Поляк свирепо. Я тебе волынской резни никогда не прощу, украинец. Ага. А я вот сейчас усе брошу. И в столетии совсем позабываю. Притеснение украинцев в повышении издевательства на наши культуры, наших девок, яких панок себе требовали и портили. Мы не убивали. Ну да. Они сами мерли от вашей панской благодати. Липский. Кидаясь с кулаками на бревно в сторону Стасюка. Нет вам прощения, проклятые изверги. И никакие ссылки на прошлое вас не спасут от суда, от нашей мести. Стасюк кидает со своей стороны на бревно. Это мы вам никогда не прости. Мы не забудем вашей панской милости. На сцену выходит охранник. Солдат в охровице. А ну, цыцукины дети. Хорош желается. Будете друг другу в голову впиваться. Я мигом вас помирю. Кому сказал? В общем могиле в обнимку лежать будете. Быстро за работу. Пилить. Стране лес нужен. А то взяли манеру по лесам прятаться да людей стрелять. Там они первые. А как его пилить в сторону? Не выйдет. Работать гады недобитые. Вздыхает в сторону, больше обращаясь к другому солдату. Лучше бы их пристрелили. А то взяли. А нам теперь мучиться с этим оттребьем националистическим. Закуривает. Стасик и Липский движутся вдоль бревна к пиле. Из-под воль бросают друг на друга злые взгляды. Липский. Гады советские. Как сражаться против фрицев, так вроде вместе. А что дело у них пошло на лад? Предатели они и есть предатели. Варшаву предали. А как фрицы их все-таки вместе выгнали. Наши братьев по оружию, героев краевых посхватывали. Срывается на крик. Лучших расстреляли. К сожалению. К сожалению. А мне вот пили с бендеровцем. С ненавистью смотрит на Стасюка. Стасюк. Ага. А то мне повезло с этой панской скотиной. Недобитым краевцем российские снега топтать. Липский первым хватает пилу, замахивается на Стасюка. Сейчас я тебя, солдат, сейчас я тебя побандитствую, гад лондонский. Я тебе сейчас все кишки наружу выпущу. Всю твою гнилую сущность лучше волком скормлю, чем мучить землю. А ну, кому была команда работать, суки. Липский и Стасюк делают вид, что успокоились, берут оба пилу и начинают пилить. Офицер затягивается. Вот гады. По лесам партизанить выдумали. Мало наших солдат от фрицев полизгло. А тут еще эти недобитки зубы показывают. Ну, ничего. Смершим зубы-то пообломает. Жаль, нет команды живыми не брать. Гадов. Сплевывает на обжегший пальцы окурок. Зло растирает его сапогом. Ну, ничего. Они у меня поработают. На славу Родине. Я из них всю душу выну. Липский и Стасюк с терминением очень быстро пили бревно. Липский. Нас предали. Мы с шашками нагло вынуждены были атаковать танки фрицев. Ноги полегли. Но меня, матка Божья Ченстаховская, сохранила. Если бы не подлые советы, ударившие нам в спину, мы бы продержались до того времени, как англичане и французы бы сообразили, что к чему. Ну, и вместо слов перешли вы к делу. Стасюк. Ну да, вас предали. Это нас предали. Пустили прямёхонько под советский нож. Пришли спасители украинского народа. Пожалел волк кобылу. Оставил хвост да гриву. Липский спорит. Нас предали. В 1939-м в Катыни лучших расстреляли. А в 1944-м они стояли на том берегу Вислы и смотрели, как мы умирали в Варшаве, сражаясь. Никогда не забуду блеск, как бинокль в лучах заходящего солнца. Бинокли он не забудет. Нечего было оружие складывать. Нужно было врезать, как следует, и по ним. Может, и зашевелились бы. Липский. Да, любинские предатели, предатели советом заглотнули кремлёвский крючок по самое не могу. Да и вы, вместо того, чтобы объединиться в борьбе с общим врагом, волынскую резню устроили. Все нам нож и штык в спину. Стасюк неожиданно соглашает. Да, предателей тупоголовых хватает. Многие попадаются на московские, москальские пайки. Липский. У нас не вышло поднять восстание до взятия ими Вильна, Львова. Но в Варшаве мы сделали всё, что могли. Практически выбили фрицев из города. Не зря армия Кырераёва создавалась в подполье. Наша была Варшава. Наша была Польша. Стасюк заводясь. Чё? Львив? Вот вам Львив. Показывает свободной рукой Липскому фигу. Наш Львив. Украинский. И никакие польские не будут. Слава Украине. Ещё Польска не сгинела. Покими жиемы. Героям слава. Продолжая остервенело пилить, и под нос себе поёт песню. Бей большевика. Солдат вскидывает автомат. Вот я тебе, суки, сейчас запою на твоём басурманском. Офицер. Рогозин. Отставить. Пусть поют, что хотят. Главное, чтобы пилили. Понял, товарищ капитан? Дуранная твоя голова, Рогозин. Смотри, как они остервенело пилят. Работа аж горит. Пусть собачатся, сколько хотят. Пусть глотку друг другу перегрузывают. Пусть заточками друг друга перережут. Всякие там хохлы, полячишки, жиды, недобитые и прочие фашисты. Главное, чтобы не объединялись. В этот момент отпиленный кусок шума падает на сцену. Липский и Стасюк застывают на секунду, смотрят на него. Но другие отпиленные кругляши бросают пилу, хотят замахнуться друг на друга, но в виде солдата, всё ещё стоящего с автоматом, направленного в их сторону, по разные стороны бревна, возвращаются к остальным зэкам. От группы отделяется следующая пара. Один Митинский, по прозвищу Стена, идёт, всё время озираясь. Другой в развалочку, хомовато, блатняга, Михей, на ходу докуривая бычок. Стена подходит к пиле, поднимает, осматривает пилу, переворачивает и берётся за другую ручку. В это время к пиле подошёл Михей, дотянул, обжигая пальцы бычок. Сплюнул, затушив, примирил, то ли сохранить ещё хоть на одну затяжку, то ли сохранить уже нечего. Посмотрел на стену, ухмыльнулся, протянул огрызок бычка. Стена мгновенно потянулся к нему. Михей, отдёргивая руку. Ща, гнида номенклатурная, ты себе будешь ручку поудобнее подпирать, а я татуированной блатнягой буду тебе бычки подносить. А ну дай сюда пилу. Стена мгновенно испуганно даёт пилу, опять беря из себя первую ручку. Не, сыченуха, не трону. Пилить-то кому-то надо, понял? Допилишь, получишь дёрнуть. Стена. Хватит, прекратите, будем пилить. Останавливает пилу в позицию начала работы Михей. Пилить будешь ты, а я подержусь, чтобы вогровцы не переживали за выполнение пятилетнего плана. Мы же люди сознательные, труд на благо Родины, всё понимаем. Демонстративно двумя пальцами берётся за ручку. Ну, крыса, поехали. Начинают пилить. Пилит больше стена, а Михей скорее делает вид, что пилит. Михей, эй, стена, ты что отмолчишь? Мне что, только этот лязг и скрип слушать? А ну, давай рассказывай свою историю. Стена усердно пытаясь пилить. Какую? Известно, как ты стеной стал и тут оказался. Стена вздыхая, но не прекращая работать. Я был крупным чиновником. Всё было, и кабинет просторный, и секретарша. В теле или длинноногая, и то при ней. Драл, что ли? Чуть обиженно. Я относился к ней, как к верному товарищу и надёжной женщине. Понятно. Драл, как сидорову козу. И работать заставлял. И отрабатывать. Стена продолжает усердно пилить. Это неважно. И к делу отношения не имеет. Михей, согласен. За это в нашем справедливом государстве не сажают. За это в самом худшем случае, если твоя лярва чего пронюхала, Так с дуру накатала шо. Могут только выговор дать. Ну, или с должности снять. Но чтоб посадить, ни в коем случае. Каждый же понимает. У всех кабинетных своя секс-тритарша есть. А ворон ворону глаз не выклюнет. Так шо ли? Стена молча продолжает работу. Ты чё? Заткнулся, гад. А ля обиделся. Или вспомнил. В красотах чё? Так покажешь мне вечером, продемонстрируешь её или твоё умение. А то ребята после бабского концерта жизни-то вспомнили. Мы ж тоже люди. И до ваших этих, как их, испрощений. Ох, как охотчие. Бросает дёргать ручку пилы и демонстративно жмёт в свои чресла. Хохочет. Небось, сука, не на морозе. Ври дальше, гад. Стена неохотно продолжает. Когда с союзными разлад начался, я предложение выдвинул наверх. Нужно построить стену вокруг нашей страны по типу Великой Китайской. Чтобы ни от нас, никакого предателя не сбежало. И чтобы к нам ни один враг не прокрался. Всё расписал, как положено. И проект представил, и смету на один километр. И ссылки на опыт китайских товарищей с картинками. Михея заинтересованно. Постой. Это ты ж стройку почище самого Беломорканала придумал? Стена. Ну нет. То был экономический план. А мой, оборонно-национальный. Михея. Ага. Национальный. То есть, чтоб все национальности эту стену строили, по твоему гнидой предложению? Конечно. Чтоб все, как всегда, на Руси, всем миром. Знаем мы это всем миром. Одни на вышках мух считают, другие по нарам клопов давят. А третий – мрут, почём зря без разбора на строительстве этого самого придуманного вами коммунизма. Мать его так, мруть! Идея, она, конечно, слабкая, чем усё и усим. Но так и с ложонку в перервоходке, понятно, ни в мире, ни в зоне не бывает. Блатарь – это одно уважительно. Вор в законе – другое. А ощущение отпущенной суки типа тебя или трудяги – это третье. Никакого равенства быть не может. Для этого и на вышку в Охровскую залезать не надо. Так понятно, и всё видно. Стена с неожиданным пафосом. Труд во имя единой идеи может построить великую нашу Родину. Михей, опять держать пилу. Вот ты и трудись, а я перекурю. Достает бычок, черкает спичкой, закуривает. Стена останавливается, пилить смотрит на дымящийся бычок Михей. Тот сладко затягивается, пренебрежительно смотрит на стену, на бычок, видит, что осталась, видимо, всего одна затяжка, ещё раз затягивается и милостливо протягивает совсем почти невидимый бычокчик в стене. Михей, на, обожгись, арсенализатор. Стена, обжигая пальцы, жадно хватает остаток бычка и затягивается, одновременно обжигая пальцы. Роняет практически уже один тлеющий уголёк. Дует на пальцы. Михей, смеясь, сугрелся, падла. Тогда, как говорит начальник, за работу. Стена, потирая обожжённые пальцы, берёт пилу и опять начинает пилить. Михей, примирительно, но требовательно, ну, пизатель, сказай дальше про свою стену. Стена, что тут рассказывать? Весь план изложил в рукописи и своим приказом выделил денежные средства на издание массовым тиражом. С другой договорился из газлита. Всё как положено. Книга пошла в набор, в типографию. А там, видимо, враг нашёлся, который вместо того, чтобы выполнять свою работу, упечатать, стукнул, что идёт разограбление государственными средствами, что предложение напоминает Потёмкинскую деревню. Какую такую деревню? Потёмкинскую? Ну, это исторический термин. А-а-а! Помню, во время гастролей в Одессе я по Потёмкинской лестнице шастал. Там зевак много, карточкаются. Ну, я в этот момент и пристраивался к тем, кто пожирнее. Вроде как интерес проявлял к их интересам. Со всем уважением. А сам, конечно, больше к сумочкам. Но и от телеса себе не отказывал. Щупал их, похал их. Да, деревни названы в честь того же, в честь кого и лестница. Михаил. Понял. Видно, вроде тебя казнократ был. Стена. Прекратите. Он, как и я, был государственным мужем. Думал и старался о величии России. Его, правда, поняли, оценили, Михей. То есть его посадить не успели. Оторвался. Но зато тебя упекли на мою радость. Увидев входящего ГБшника. Чего сачкуешь? Давай пили. А то вон гражданин начальник жалует. Демонстративно делает вид, что это он хорошо пилит. Стена, оглянувшись, видит ГБшника и тоже начинает активно пилить. Начальник подходит к пилищам. В это время кругляш отрывается от пилины, от ствола. Михей делает вид, что вспотел, обтирает сухой лоб. Гражданин начальник, разрешите обратиться. Что хотите, Михеев. Гражданин начальник, не премируйтесь за доблестность, труд и воспитательную работу со злостным расходителем народного хозяйства Папиросской. Начальник усмехайся. Пошел вон отсюда. Тоже мне трудяга. Михей. Понял. Не стараясь, взлосишься. Благодарю за заботу о трудящемся народе. Ну ты, Патьемкин, настоящий. Пошли. Разворачивается и в развалку направляется к другим зэкам. След ему обреченно плетется стена. Начальник достает из кармана треугольное письмо, разворачивает, читает. Начальник. Шубин. Ко мне. Из толпы зэков выходит и медленно приближается к ГБшнику человек. Из патаристанской робы видна потертая гимнастерка. Военный Артем. Заключенный Шубин явился по вашему приказанию. Начальник показывает треугольник. Ты писал? Артем с вызовом. Я. Начальник. Пристанно глядывает. Фронтовик? Артем. Да. Офицером был? Капитаном. Сколько на фронте? С 1942. Себе под нос. А меня так на фронт и не пустили. Прячет треугольник к себе в гимнастерку. Иди пили. Одному? Спокойно. Нет, с фрицем пилить будешь. Он твои разговоры не поймет, да и мне донос на тебя не напишет. Иди. Тихо. Почти шепотом. Думать нужно, офицер, что пишешь. Нарочит и громко. Писем не писать, а то к твоим семи годам еще десять получишь. Переходя на крик. Пошел. Гарри. Из толпы выходит молодой человек. Я. Указывает рукой на пилу. Пилить. Я. Подходит к пиле. Берет протянутую ручку. Начинает медленно пилить. Артем говорит тихо, спокойно, как бы самому себе. Все равно буду писать. Теперь вы, сволочи, не дождетесь от меня молчания. Хватит. В школе молчал, верил. В институте молчал, верил. На фронте верил и молчал. А потом, как стояли на висле, как глядели в бинокль на разрушение города, как потом форсировали вислу и шли по останкам города, которые могли спасти, но не захотели. Больше молчать не хочу и не могу. Отмолчался. Пила равномерно ходит справа налево. Когда вошли, освободили Аушвиц. Навсегда понял, к чему приводит молчание. Думал, страшнее не бывает. Наивный. Убедился. Всякое на земле бывает. Нет предела человеческой мерзости, подлости, разнужденности и вседозвольности. Но и нет ничего сильнее, умнее человека сопротивляться обстоятельствам. Оставаться человеком. Верить, любить, быть свободным человеком. Печально глядя вокруг. Пусть и только внутри себя. Гарри сосредоточенно пилит. Впечатление, что даже не слушает напарник. Только иногда, как, например, при слове Аушвиц, вскидывает голову, пристально смотрит и опять продолжает молча пилить. Артем продолжает. При форсировании Веслы две трети роты полегло. Не то, что из-за геройства, все из-за глупости командования. Послали прямо в местах водоворотов. А плавать не все умели. Стоило лодки перевернуться, и все камнем шли ко дну. Потом прислали пополнение. Написано было, что из Бурятии. Но комбрик по секрету сказал, ребята, пополнение будет из Монголии. Русский почти никто не знает, но снайперы хорошие. Да и воины проверенные. Многое могут выдержать. Улыбнулся и пошутил. Что я вам рассказываю? Об Иге все в школе учили. Прав был комбрик. Воевать с ними было просто. Рукой покажи. Дальше все сами делают. Правда, не без эксцессов, конечно. Европейских женщин они, судя по всему, вообще никогда не видели. А отношение у них ко всему, что чужое, видимо, со времен Орды, не сильно поменялось. Насилия начались. Впрочем, с Монголов спрос какой. А наши тоже озверели. Мы уже в Селезию вступили. И сплошь, и рядом стали попадаться немки. Сдерживать было невозможно. Чуть что, в ответ крик. А им можно было? Что тут скажешь? Что измученному войной, грязью, привыкшему убивать и видеть, чувствовать смерть рядом с собой, голодному, до нормальной жизни человеку скажешь? Нельзя. На войне все нельзя. И все можно. Убивать нужно. А как начинаешь убивать, появляется полное, подлое сознание, что теперь тебе все можно. Война все спишет. Прекращает пилить, обтирает лоб рукавицей. Гарри пристально смотрит на него, молчит, одевает рукавицу, продолжает пилить. Артем. Когда вышел приказ командующего о пресечении мародерства и насилия, приказал схватить и расстрелять нескольких самых отличившихся. Среди них орденоносцы были. Вот за это кто-то на меня и стукнул, что якобы намеренно истребляю лучших воинов. Явились в заплечных дел герои из СМЕРШа. Все в новеньком, блестящем, скрипящем, лица сытой, одеколоном грязящей. Устроили обыск в блиндаже. Нашли дневниковые записи. Пару писем от Саеча. Но и в трибунал. Камбрик только одно смог. От расстрела на месте спас. Сразу в тыл отправил. А уж оттуда чинчинам по этапам на восток. Быстрее, чем мы на запад шли. Вот теперь тут. Холод, кубометры, планш, мон, хлеб с опилками и ударный труд. На пару с фрицем. Замолкает. Гарри неожиданно, тихо, начинает говорить совсем с небольшим акцентом. Война была страшной. Всех, кого могли забирать в фолькштол. Почти все погибают. Я, как все, был в Гитлеры Югент. Мы все где-то были. Иначе быть не могло. Нас учить воевать. Фаустпатрон. Нам, говорит, придет русский, всех убивать, насиловать. Меня в фолькштол взять не успели. Американцы очень быстро пришли. Война кончилась. Тяжело было. Много разрухи, голода, страха. За 12 лет все привыкли, что все за нас решает вождь, который всегда прав. Мы все считали, что он нам несет счастливое будущее. Так было до 20 июля 44-го года. Тогда забрали профессоров, директора гимназии. Тогда я думать, что-то не так, что-то неверно. Американцы немного кормите. Открывать торговлю, обмян сигареты, шоколад, хлеб на поцелуи. Но немного наши старинные вещи, картины, книги, искусство. Плохо, но не стрелять, не умирать. Каждый день не бомбить. 8 мая вечером праздник был. Все кричат, салюты, танцы, радость. Жив, значит, будешь жить. 2-3 дня все гулять, пить, смеяться. Я 3-4 года смех не слышал. Мама всегда была грустная, как пришла похоронка в отце из Сталинграда. В университете, сказали, осенью начнутся занятия. Берлин разделили на зоны. В наших, западных, было с ней спокойней. В восточных иногда стреляли. Кто? В кого? Никто не знал. Говорили многое. Я не ведет. Война научила. Верить только тому, что сам видишь, сам знаешь. Пропаганду никогда обманет. В университете стали печатать листовки против новой коммунистической власти на Востоке. Мы их стали туда проносить. На вещевых рынках то там, то тут оставишь. Кто-то прочтет, может быть, задумается. Но там, на Востоке, уже сильно работали и ГБшники, и СМЕРШевцы, и новые коммунистические собственные немецкие органы ШТАЗы. Эти всех страшнее были. Звери. Многие даже не переодевались. Из ССС пришли на работу. Даже форму и методы сохранили. Только эмблемы СССРовские посрывали, докрыли, сты попрятали. Не мудрено. Они же еще после Молотов и Риббентров братьями по методам были. Они меня и взять. Паспорт западный разорвать. Кинуть казематы, бить, зубы выбивать. Спать не давать. Хотеть контакты на Востоке знать. Пытались свербовать. А у нас нет контактов. Мы просто хотели, чтобы каждый думал, понимал, что один тоталитарный режим на другой менять не делал. Два раза к стенке водить. Стрелять поверх головы. Потом кинули в товарный вагон. Хуже, чем скот. И в СССР. В Москву. На суд. Ничего не было. Просто сказали. 12 лет за пособничество и участие в нацистской организации. Теперь вот в Пели. Арбайтен Махфрай. Кругляш с шумом падает на сцену. Гарри и Артем молча отворачиваются и бредут к остальным зэкам. Лай собак, вой сирены. На сцену выбегает солдат с автоматом. Выходит офицер и инспектор. Солдат. Вытягиваясь по стойке смену. Товарищ полковник, разрешите обратиться к коменданту лагеря. Обращайтесь. Отходит в сторону. Товарищ капитан, разрешите доложить. Докладывай, Рогозин. Что там случилось? В войнах, будь проклятый, этот настырный кавказец опять сбежал. Офицер, приходя немедленно на крик. Что? Что ты говоришь? Совсем с ума тронулась деревня проклятая. Какого черта ты тут мне докладываешь? Быстро всех по баракам и искать эту чеченскую гадину. Чуть тише, оглядываясь на полковника. Как кавказец, говоришь, проклятый? Я тебе за эти слова, если ты его не поймаешь, самого убеку. Совсем разленился. На государственных харчах. Только баб щупать и можете. Опять переходя на ор. Искать, доложить о поимке. Теперь инспектор, провожая зэка взглядом. Ну что, Ирванян? Сверху вниз оглядывает офицера, смотрит в зал, медленно проводя взглядом по рядам и возвращаясь. Страстно уставившись на него, стоящего по стойке смирно капитана. Пора закрывать эту зону. Скоро все зарастет травой, лесом. Все канет в вечность, покроется мхом истории. Но запомните, это было и будет, пока мы есть. Пройдут годы, придут историки, пропагандисты, назовут это героической страницей нашей истории. Нашей борьбой за светлое будущее, за построение нового мира и великой страны. Мы победители, а значит имеем право. Мы строили и будем продолжать строить великую страну, как наши предки. И мир будет принадлежать нам. А иначе кому и зачем нужен этот мир? Очередь автомата прерывает его пафосную речь. Бегает солдат с автоматом наперевес. Офицер. Рогозин, что там опять? Солдат. Виноват. Опять эти суки пытались бунтоваться, пришлось пару-тройку успокоить. Офицер смотрит на начальника. Тот молча смотрит в зал. Разрешите выполнять? Выполняйте. Скорее себе, чем убегающий Мерзанянов задумчиво. Да, у нас есть преимущество. Второго Нюрнберга не будет. Уходит, останавливается, обводит сцену взглядом, смотрит в зал и громко. Этих страниц в учебниках быть не должно. С другой стороны вбегает офицер и пара солдат резко останавливается. Так точно. Все уберем. Смотрит в сторону, куда ушел начальник. Улыбается, чекая шаг, уходит вслед начальнику. Перед тем, как скрыться в кулисе, оглядывают все пространство сцены. Что ж, эта война окончена, переводя взгляд в зал и оглядывая зрителей, по лицам которых ползет луч-прожектор. Ничего, на наш век войн хватит. Запомните, это было и будет, пока мы есть. Вспышка стробоскопа, темнота. Луч-прожектор пробегает передом зала, переходит на сцену и останавливается на одиноком, как в начале стоящем стуле. На нем тот самый портфель. На сцене возникает полумрак. Может быть, легкая дымка. Из кулисы, в сером костюме, достаточно быстрой и развязанной походкой, напоминающей известный персонаж современности, выходит тот же артист, который играл младшего лейтенанта в самом начале спектакля. Подходит к стулу, снимает портфель, садится, перебирает в нем папки. Как бы хотя вынуть или ища какую-то определенную. Потом усмехается, захлопывает портфель и с довольной миной на лице направляется к кулисе. Уже сделав шаг в нее, останавливается и опять пристально смотрит в зал. Улыбка медленно сползает с его лица. Вроде что-то хочет сказать, но вместо слов усмешка, и он уходит в кулису. Темнота, звучит интернационал с русским текстом. Весь мир насилья мы. Звук обрывается. Темнота, конец спектакля. Спасибо, что не ушли. Ну, в общем, вот примерно что-то в этом духе могло идти вполне бы на Таганке, если бы театр до сих пор еще был театром любимого. И мы бы все до сих пор были бы там, в Москве, а не кто где и как. Так, куда смог добраться или куда судьба забросила. Я не буду рассказывать, пожалуй, про спектакли театра, если кто-то не захочет задать вопрос о конкретном спектакле. Я думаю, что самое важное – это тот дух, это та ситуация, чему был важен театр на Таганке. Потому что я напомню просто, думаю, что многие этого не помнят в силу возраста, что это был просто период абсолютного ренессанса в советском театре. Потому что только в Москве это была Маяковка, это был Современник, это был очень даже еще Великий Мхат со стариками, Великими Мхатовскими стариками. Это Великий Малый театр, тоже с великими старыми артистами. Это Вахтанговский, да и можно еще очень долго перечислять, на самом деле, Великие театры в Москве. Это уже в Питере. БДТ, Театр Акимова, ТЮС питерский, это Театр Мельтиниса в Паневежесе в Литве, это, безусловно, Грузинские театры, да и так далее. То есть по стороне хороших театров абсолютно мирового уровня, в которых играли замечательные актеры, замечательные режиссеры и так далее, было сколько угодно. А при этом Таганка с малюсеньким залом, всего с 37 парами билетов, поступавших в свободную продажу. То есть 74 человека в день могли купить билеты. Продажи, правда, в Таганке, в отличие от всех остальных театров, шли каждый день практически. То есть вот ровно на 10 дней вперед продавались билеты. Ну, 37 пар – это не только тех простых зрителей, которые хотели попасть в театр, это еще минус Героя Советского Союза, минус Инвалиды Великой Отечественной войны, минус Героя Социалистического Труда. Ну вот что останется, то уже для простых людей. А в зале было совсем-совсем мало места. Это 21 ряд в партере и 6 рядов на балконе. То есть это не то, что на Москву, это на один Таганский район не хватало, по большому счету. А люди туда шли. Почему шли? Прежде всего шли потому, что хотелось увидеть свободу, услышать свободу, вольность. Потому что в Таганку шли за именно воздухом свободы. И в этом отношении, скажем, вот с моей точки зрения, абсолютно великий спектакль, который до сих пор бы мог идти просто на ураз, с полными аншлагами, по поэме Евтушенко «Под кожей статую свободы». Это 73 год. Где первый ряд был отдан артистам, которые были одеты в черные брюки, в белые, соответственно, рубашки. У них в руках были дубинки американских полицейских, а на головах фуражки американских полицейских. Вся сцена была закрыта пожарным занавесом, отделанным жестыным листом, на котором были разные надписи там «Секс против войны», «Мир против» и так далее, и так далее. Ну, характерные тогда для людей. И нас только буквально на метре авансцены сидели артисты. Ну, одеты они были точно совершенно не по-советски. В рваных джинсах, в мини-юбках, в красивых ярких майках. В чем попало? И дальше шли монологи, которые, безусловно, все это из поэмы Евтушенко. Но только вот зал весь воспринимал так, что монологи – это про нас. А учитывая, что 68-й год, в 73-м году еще помнили все, помнили и Прагу, не только, когда туда вошли советские войска, но и информацию, которая доходила до советских людей из Праги. Помнили Польшу, Познань, помнили Париж и так далее, и так далее. Поэтому это было, ну, вот действительно... Никто про Америку, выходя с этого спектакля, несмотря на постоянные упоминания Джона Фиджеральда Кеннеди, Роберта Кеннеди, Мартина Лютера Кинга, «Статуи свободы» и всего прочего, вообще никто не задумывался. Все думали... Было полное впечатление, что мы были на спектакле про нашу жизнь. И, например, такая фраза, как «Ты на лице глянь от решеток, тень, хорошо сидим, хорошо», она была, что называется, доходила до самых глубин своего сознания. После этого еще был товарищ Верь уже полностью на Пушкине. Письма Пушкина, письма к Пушкину, письма о Пушкине. То же самое. Спектакль тоже достаточно... Подхожий статус свободы было два сезона неполных. Товарищ Верь чуть-чуть дольше. Вот. Основной свобода была. И это передать трудно. И она была не только внутри театра. Потому что Таганка отличалась тем, что в любом из тех театров, которые я перечислил, или в любом другом театре, ну, самодеятельный я не беру, которые тогда в России тоже были. Ну, только как бы из студенческого театра Марка Разовского появился профессиональный театр. Некоторые, скажем, Саша Филипенко пришел именно от Марка Разовского в Таганку. Он... У театра была своя мафия. Ну, потому что это время массового, всеобщего дефицита. Еще не того, который будет в 80-х годах или в конце 70-х. Но это уже массовый дефицит. И дефицит на свободу, вот театр, что такое удостоверение театра на Таганке тогда, мне вам... Ну, оно вполне равнялось удостоверению КГБ СССР или ЦК КПСС. Вот такая вот маленькая книжечка открывала абсолютно любые двери. Просто вот сходу вас принимал секретарь райкома, кто угодно. А если у вас в кармане еще лежала парочка билетов на спектакль, то вы были просто, ну... Можно было просто в любой дом зайти и позвонить в любую дверь. И стол был накрыт, и бутылка появлялась, и ни одна, и вообще вот лучше человека не было на свете. Ты был Дед Морозом в полной мере. Это мафия таганская, десятка ее. Она отличалась, потому что мафии есть... У всех дефицитных театров были свои мафии. Прежде всего, у Большого театра. Там это была, прежде всего, покупка билетов. То есть все билеты себе, а потом они перепродавались интуристу. Раньше такая. Билет стоил 5 рублей, продавался он за 10 долларов. 10 долларов вроде как по 60 копеек за доллар. Как раз вроде получается 5 рублей. Вроде как спекуляции нет. На самом деле на черном рынке этот же 1 доллар стоит уже 5 рублей. И далее по списку. Там строились оперативные квартиры, там много чего хорошего. В Таганке мафия категорически главным постулатом была никакой спекуляции. Если кого-то ловили на том, что он перепродавал билеты с некой наценкой, на этом его жизнь в Таганке заканчивалась больше у театра близко. Даже он не появлялся. Во второе, это то, что мафия была связана с театром абсолютно так. То есть если надо было срочно сгонять, что-то достать. Например, в Москве для спектакля «Тортюф» там актриса, которая играла в самой прекрасной сцене, когда ее сзади лапают за грудь, когда руки уходили, она оттуда доставала яблоко и начинала есть. А вот яблок в Москве нету, извините, а спектакль надо играть. Вот доставать эти яблоки, мафия ехала по всем рынкам искать яблоки, потому что даже на рынках иногда в России в те годы не было яблок. А без них, как вы понимаете, сыграть довольно сложно. Эту сцену. Вот это вот откусывание яблока, это всем... Зал всегда лежал на этом фоне. И так далее. То есть вот было очень много того, что, скажем, в Гамлете гениальная совершенно придумка Юрия Петровича, ни в коей мере не отрываясь от текста Уильяма Шекспира и перевода Бориса Леонидовича Пастернака. На первом плане двое могильщиков копают могилу. И идет известный диалог. Да говорят, сошел с ума. На какой почве? Да на нашей. И пауза так, на секунд 30. На датской. Вот до слова датской зал обычно уже не дотерпливался. То есть шла массовая реакция. Потому что уже как бы, ну, не для всех, но для некоторых было известно, что начались времена карательной психиатрии. И вот в каждом спектакле вот этих точных совершенно иголок, входящих под ногти в разум и дающих свободу, было очень много. Поэтому, как таковая, таганка была действительно уникальной. И уникальной было то, что я начал говорить. Понимаете, гениальные актеры в Театре Сатиры с очень хорошей режиссурой Валентина Плучика, двоюродного брата великого Питера Брука. Актеры, которых раз в месяц показывают в «Кабачке 13 стульев» со всеми польскими анекдотами, кабаре, под баранами и прочим другими со всеми польскими песнями, ну, просто народ носит на руках. Это далеко не только Миронов, Ширвинд, это Державин. Это вот абсолютно все. Там не сатиры, было всего три актера из Театра Вахтанка. Но там в сатире четкое разделение. Вот тут вот народные артисты, тут вот Плучик, тут заслуженные, лауреаты, лауреаты премии Ленинского комсомола, а потом вот все остальные. И это вот в четкой ранжирование гигантское. В Таганке, когда я пришел в 73-м году, было пять машин на весь театр. Ну, понятно, что у Юрия Петровича была машина, машина была у Аллы Сергеевны Демидовой, машина была у Владимира Высоцкого, у Вани Даховичного, но тут у кого никаких вопросов не возникали, потому что оба были уже очень удачно женаты. Владимир Высоцкий был женат на Марине Владе, а женой Вани Даховичного была дочка члена Политбюро Полянского. Поэтому никаких вопросов о том, что они имеют машину, в общем, как бы, ну, не возникало. А у всех, еще был у нас огромный такой актер Штеттберг, он больше был известен как режиссер радиопередач, замечательный режиссер был. Он хорошо за два метра, вот такой в плечах, вот такой бородой и так далее, а машина у него была старенький запорожец. Посмотреть, как он за него садится, выходили многие, потому что это было тоже развлечением. Поэтому все были на «ты». Было два заслуженных артиста, оба получили заслуженного тогда, еще когда этот театр был, театр Серафимы Бирман. То есть до Любимовское время. Первым и единственным, кто получил заслуженного артиста при Любимовой, был Виталий Шаповалов за роль Воскова в «Зорьях» здесь тихого. До этого не было. Поэтому все были на «ты». Даже к Юрию Петровичу обращались в Петрович. Такой демократии нигде не было. Такой свободы ни у кого не было. Такого режиссера, который на каждом спектакле, практически на каждом, это редко, чтобы не было Любимого в зале сидел в 16-м ряду. Там ставился ему стул, но чаще всего он просто стоял. И фонариком, старым фонариком, не тем, который потом в некоторых передачах Юрий Петрович показывал уже после возвращения из эмиграции. Это был фонарик, который он сохранил со времен войны, у которого были красные и зеленые цвета, чтобы мигать, гасить еще зажигалки. И вот все это, все знали, зеленый свет, значит, все хорошо идет. Но если ты видел красный свет, то, в общем, надо было срочно что-то предпринимать на сцене, потому что было понятно, что после спектакля ты идешь на ковер, и там от тебя мало что останется. Потому что Любимов, кроме всего прочего, он был гениальным артистом. То, что он ушел в режиссуру, то, что он создал театр, это была гигантская потеря с точки зрения артистической. Ну, опять же, за исключением фильмов, из-за того, что сыграно, можно найти это Мольер в постановке Эфроса несколько слов в защиту господина Мольера, где он как раз Мольера и играл. А так, увы, великих ролей в кино у него нет. Но когда Любимов бегал на сцену и показывал артистам, как надо сыграть что-то, неважно, мужчине или женщине, это, ну, я много видел режиссеров, далеко не только российских или советских, но и зарубежных, потому что мне повезло, я и с Питером Бруком, и с Питером Штайном, и с Анхелем Гунтерасом, и с американскими, итальянскими работал. Ничего подобного ни от одного режиссера я не видел. Он, Любимов, мог сыграть весь спектакль вообще-то один. Вот все. Это это был действительно театральный человек от Бога. А его дуэт с Давидом Львовичем Боровским величайшим театральным художником, при всем том, что в те же времена работает Левенталь, в те же времена работают еще Большая Плеяда от замечательных, в Питере, опять же, Николай Павлович Акимов, гениальный тоже театральный художник. Это трудно. Таганка первая придумала играть без практически декораций. Не все спектакли, были спектакли с очень тяжелыми декорациями. Что делать? Бенефис по Островскому. Что делать? Естественно, не по Ленину, а по Чернышевскому. И многое другое. Занавес ничего подобного ни в одном мировом театре до Боровского никто не придумал. Вот этот вот гигантский занавес, который являлся практически единственной. декорации в театре на Таганке на спектакле «Гамлет». Бывали несчастные случаи, когда, например, занавес упал, произошло чудо. Он упал во время репетиции, не задев никого. Две кареты в спектакле «Товарищ верь». Одна карета как бы вот золоченая, другая карета черная. И вот на этом все декорации. Плюс они ездят не на колесах ездят, они были на штанкетах, передвигались по штанкетам. Ну и многое другое. В общем, про Таганку можно говорить очень-очень долго. Ее роль – это не только новый театр, потому что сам Юрий Петрович говорил, и четко всегда подчеркивал, что все то, что он создал как режиссер, это некий симбиоз театра Бректа прежде всего, потому что театр родился с курсового спектакля. Это тоже уникальная ситуация в истории театра. В общем, МХАТ когда-то родился из студии театральной, и вот Таганка родилась из спектакля, который забил, вот курсовой спектакль студентов, забил все спектакли, которые в этот момент шли в Москве. Его сыграли необычные там 3-4-5 раз, его сыграли раз 30. Зритель готов был, просто там висели люди на люстрах, на чем лежали, сидели друг у друга на коленях, лишь бы увидеть доброго человека из Сезуана. И именно поэтому они пришли в театр с готовым спектаклем, который сразу же вынесли, с декорациями, со всеми, все было тогда придумано. Не было театра, который именно нес вот эту вот абсолютную великую и очень необходимую прежде всего тогда российскому, советскому зрителю и очень понятную вольность, волю к свободе. Вот это то, что в общем, нам, наверное, надо сказать. Вот все эти программки, соответственно, это афиши, это реальные, это не перепечатки, это все артефакты 70-х годов. Ну, сохранились в домашней библиотеке. Если есть какие-то вопросы о театре, пожалуйста, или о чем-то другом, готов ответить в силу моих возможностей. Если нет, то давайте посмотрим еще, поскольку я вот упоминал Евгения Александровича и Евтушенко, еще очень важный как раз вот перед этим у Таганки был совет, которого не было у других театров. вот в Большом театре есть совет тех, кто ему дает деньги. Президенты разных банков, самых богатых компаний и так далее. В Таганке это был совет старейшин, людей очень далеких в большинстве своем от театра. Это не театральные критики. Там было пара-тройка театральных критиков. Были драматурги, безусловно, был обожаемый любимым Николай Эрдман еще последние годы своей жизни. Был академик самых разных наук, были писатели, были поэты, прежде всего Вознесенский и Евтушенко. Два спектакля было спектаклями по Андрею Вознесенскому. Один «Антимиры» был сыгран по-моему чуть ли не порядка тысячи раз. Второй спектакль не пустили. Он был закрыт. В котором Владимир Высоцкий это было не только стихи Андрея Вознесенского, которые каждый читал и при этом отыгрывал. Но это были еще там можно было что-то свое. И Высоцкий и в «Антимирах», «Берегите ваши лица», он впервые спел «Охоту на волков». Спектакль был закрыт. Ни одного спектакля. То есть на прогоне, на приемке он был закрыт абсолютно. Его не бывшие внутри театра никто его не видел. У Истушенко был спектакль «Под кожей статуи свободы». В эту группу входил Юрий Трифонов. В Таганке шло два спектакля. Обмен и дом на набережной по Юрию Трифонову. Входил Борис Можаев. Его живой был закрыт. И Юрий Петрович его не пропустили. И Юрий Петрович все-таки его поставил через 20 с лишним лет. Это в принципе вот ну я не очень люблю этого человека, поэтому я не часто о нем говорю. Валерий Золотухин, но это безусловно была его лучшая театральная роль. Потому что он играл главную роль Федора Кузькина, и это ну ему это было близко. Спектакль про русскую деревню, Можаев это такой почвенник деревенческий писатель. Ну мне даже трудно всех перечислить. Тех, кого приглашали и кто не просто смотрели спектакль, а потом еще в кабинете Юрия Петровича все это обсуждалось вместе с актерами. Там был конечно сегодняшний юбиляр, которому сегодня сто лет исполнилось была Атаку Джава тоже входил в это объединение художественный совет это называлось так вот примерно. во всех театрах это обычно работники культуры, а здесь это вот друзья. Прежде всего друзья Юрия Петровича, они же друзья и театр. Вот давайте если есть вопросы готов. Григорий, а вот вопрос такой для меня очень интересный. Если сравнивать степень свободы которая была тогда вся и сегодняшним свободами российского театра, если сравнивать, ты как? с моей точки зрения, ну еще мне сложно сейчас точно говорить, отвечать на твой вопрос, я четыре года не живу в России, но есть один театр, премьера, премьера которого я никогда не пропускал, с которым я очень дружил, помогал ему выезжать на гастроли за рубеж, это театр Льва Абрамовича Додина, малодраматический театр, театр Европы в Питере, у него только что вышла палата номер шесть. Поставить палату номер шесть в сегодняшней России Додиным, который пережил инфаркты, человек очень немолодой, человек, которому к дверям клались свиные головы, человек, которого вызывали питерские начальники на ковер, потому что несколько его вели, ну, лучших актёров. Не надо живых актёров великими не стоит называть, а то уже не нужно дальше играть. Они уехали, потому что они не приняли войну, они не приняли Крым, и Додин это всё переживал, а Додин тоже создал свой театр, потому что это театр действительно созданный Додиным полностью, начиная со спектакля «Братья и сестры», который как раз с живым чем-то перекликается очень сильно, и с деревянными конями, которые шли в Таганке. Рапопортом играла, играет Боярская. Да-да-да, Лёша. Но это когда Додин поставил «Жизнь и судьба», с моей точки зрения, может быть, самый лучший спектакль 2000-х годов, вот для меня точно самый лучший спектакль 2000-х годов, то для того, чтобы актеры поняли, что он их привез всех, занятых в этом спектакле, а в нем занята почти вся труппа в Польшу, и он их привез в Валшвиц, чтобы они это прочувствовали. Немногие режиссеры такое делали, а без этого очень сложно сыграть. Вот если ты сам там не побывал, ты это не прочувствовал, не понял, то вот это все очень тяжело. На одном таланте, не зная истории, это очень сложно из себя вынуть. Поэтому в декорациях палаты номер 6 все актеры отделены от зрителей металлическими решетками. они даже на поклоны не выходят. Один раз в ходе спектакля открывается дверь, актер подходит и не выходит. Все это на замках. Да, можно, но другого примера боюсь, что я не смогу привезти. С огромным удовольствием, честно могу сказать, увидел бы этот спектакль. Может быть, его кто-нибудь снимет, может быть, мы сможем его увидеть. Шансов, что он приедет к нам на гастроли в любую страну сегодня равны нулю. Думаю, что из присутствующих мало кто готов поехать в Ленинград посмотреть спектакль. Поскольку решетка, она все-таки и с той, и с другой стороны находится. А все остальное, то, что делается в Москве, это в лучшем случае, в лучшем случае фига в кармане. Понимаете, был период, когда надо, не надо, начали раздеваться на сцене. Ну, не, вещь интересная, хорошая, особенно если хорошая, познавательная, если хорошие фигуры, тоже раздевались. Раздевались, только у Додина раздеваются не ради раздевания. А во многих спектаклях это, там это, Додин это вписывает в действие и в смысл. А в некоторых театрах, в некоторых спектаклях это просто. Ну, это все хорошо для тех зрителей, кто не видел западного театра, потому что на западном театре этот процесс был в 70-е годы. Ну, извините, ребята, я это видел, простите. мне это, в общем, как бы вот, да вообще я много чего так, если бы ты мне сало показал, а этого добра и одежи видел. Вот, поэтому я не вижу там режиссеров. плюс большинство актеров играет в сериалах, сериал уничтожает актера. Недаром в Соединенных Штатах Америки, не только, ну, в тех странах, где производится много сериалов, там отдельные премии, очень почетные для сериалов, потому что другая технология. ты работаешь, ты должен за пять минут сыграть, все, и забыть. А в театре ты должен создать образ. И прожить вот эти два часа всем этим. Это совершенно другая вещь. А здесь театральные актеры играют в сериалах. Ну, вот за счет этого, с моей точки зрения, ну, мне это не нравится. В Голливуде сериалы там немножко другие. Это другие актеры, так же, как театр мюзикла, другие актеры. Но нету в России театра мюзикла. Карточный домик не забавит. Да нет, я ничего не имею против хороших сериалов. Не только Карточного домика, но и многих других. Ну, просто это другая профессия. Это другая профессия. театр и кино тогда, например, тем не менее, потому что сериалы, антигра престолов, это люди там так погружаются, чтобы потом ... Согласен. Я потому и сказал про мюзиклы, где человек погружается на несколько лет, он вообще больше ничего не играет. Это другая вещь. То же самое на сериалах. Ты погружаешься, и ты вот несколько лет живешь вот в этом всем. А в театре ты сегодня Гамлет, а завтра ты Галилей, а послезавтра Гитлер, Керенский, Гудзенко и так далее, и так далее, и так далее. Это совершенно разные вещи. Поэтому нет, это разные вещи. А вы долго были на Таганке? В общей сложности ну, 7 лет. То есть, до эмиграции, да? Нет, нет, что вы, нет. В современной Таганке нет. Иду до любимого, как вы заходите. Да, да, я ушел. С моей точки зрения, театр должен был поехать на первые свои зарубежные гастроли в Болгарию. Одних пустили, других нет. После этого состоялось обычное закрытие сезона собрания трупов. Одни загорелые, приодевшиеся, а другие... И вот эта вот семья, высказывали. Все. И тем летом я ушел из театра. А в каком году это было? Я ушел в 1977 году. А пришел, ну, вначале я принадлежал к Таганской мафии. Я был членом Таганской мафии. Поэтому я очень хорошо всю внутреннюю ситуацию знаю. И всю мафию театральной Москвы я очень хорошо знаю. Ну, а после вас еще не любимого вы как-то поддерживали отношения... Я бывал в театре, да, и поддерживал. И когда в нем бывал... Я бывал там и с Питером Бруком, и когда там поставил спектакль Кширство в Занусе, это уже когда художественным руководителем театра как раз был Златухин, это был другой театр. А когда Людмилов вернулся, кто же другой? Другой. Потому что театр уже... Во-первых, уже появился Губенковский театр. Другой. Во-вторых, театр переболел. Он распался действительно по этажам. Одни супер-великие. С моей точки зрения пропали, ушли кто-то из жизни, а кто-то просто из театра. Ключевые люди, на которых цементировали все это. То есть не стало Володя Высоцкого, не стало. Ушел в кино полностью Ваня Дыховичный. Самостоятельный поход, хотя она играла на сцене театра на Таганке Алла Сергеевна Демидова. С моей точки зрения, из русских лучшая актриса этого поколения, безусловная. Ключевшая. Там есть украинская, замечательная Ада Роговцева, есть литовская, замечательная. Латышская Вея Артман, к примеру, или Эльза Радзини. Но вот русская, с моей точки зрения, это действительно актриса того величайшего класса мхатовских актеров довоенного периода, скажем так. Ну, это распалось. Губенк, став министром культуры, стал действительно в том, что Юрий Петрович вернулся, его большая заслуга, это его хлопоты, это его это самое. Но когда он рассчитывал на то, что Любимов скажет, ну, спасибо тебе, дорогой, вот давай мы с тобой вместе поделим, вот будем сидеть, то это не так, потому что театр Любимова это, безусловно, театр, ну, театр Любимова, если хотите, даже в чем-то диктаторский театр. Но театр, большинство театров, с которыми я сталкивался, исключением, пожалуй, является Анатолий Васильевич Эфрос, а не в той или иной степени все равно диктаторский. И невозможно иначе эту массу превратить действительно ну, во что-то важное, серьезное и нужное людям. Это по степени диктатора? По степени того, кто все-таки решает, кто замысел, наш спектакль, ну, в общем, с моей точки зрения, как и фильм, начало рождается ты, ты его родил внутри себя, начало. Ты его увидел. Вот когда режиссер приходит, а такие режиссеры, иногда даже хорошие, на репетицию смотрят, что делают актеры, ну, не то вы делаете, но я даже не знаю, как вам объяснить, ну, вот что-то вот не то. В том, появляется режиссер кончеров какой-нибудь? Гончаров далеко не самый худший. Самый худший? Нет, нет. Гончаров хороший режиссер. Было и есть намного тяжелее. И пожестче. И пожестче были. Товстоноги, Товстоногов, Да. Товстоногов, закон театра, по крайней мере, российского театра. Потому что я не видел орущего на актеров или вот бьющего кулаком Петер Штайн или Петербрук. Никогда. Другое дело, что там и культура актера другая. А вы к чему? Я никогда не был ни на репетициях романа, поэтому... Так вопрос все в юбках и давайте раздеваться. Были очень удачные спектакли. Виктюк, безусловно, талантливый человек. То, что этот талант с определенной окраской, ну, в общем, опять же, на Западе это сплошь и ряд. И как-то на этом не зацикливается. Спектакль служанки был действительно выдающимся спектаклем. и по музыке, и по костюмам, что во многом придумывал как раз Виктюк. Какие-то спектакли были хуже. Понимаете, не бывает и у Юрия Петровича не все спектакли были равные. Это творчество. И оно имеет право на какие-то ошибки, но это все равно творчество. И мы и любим за творчество, а не только за безошибочный путь к светлому будущему. Театр Виктюка был призывной пункт. Ну, это во многих театрах были избирательные участки. Так что ничего нового. Это не говоря о том, что в немецких концентрационных лагерях были в основном оркестры разные симфонические, джазы. А в российских лагерях в основном театры, где разыгрывали в том числе и Чехова и так далее, и так далее. Все это было. Я спросил у сестры специально это сделано или нет, но она всю жизнь как уже работала. И я сказал, ну, просто они просто тыкали где нужно. Я говорю, уже это думают, что они выходят. Абсолютно. Я соглашусь с сестрой, потому что я подозреваю, что те люди, которые устроили призывной пункт избирательный, они в театр не ходили. Поэтому в данном случае сестра, скорее всего, абсолютно права. Это действительно про снарядки. Отсюда школы, библиотеки, театры. Ну, помещение, гардероб есть, все, поставил, работа, нормально. Вот такое. Давайте кино посмотрим. Два эпиграфа. Как зритель, перестрадавший этот матч и как бывший солдат, скажу, что для нас он был такой один в 20 веке. Лев Филатов, знаменитый футбольный обозреватель тех лет. Второй эпиграф. Хочу поздравить Россию с такой командой. Зепп Гербергер, тренер сборной ФРГ, чемпиона мира после матча. Редактор субтитров прошлого века. Матч СССР ФРГ. Вдруг вспомнились трупы под снежным полям, бомбежки и взорванные кариатиды. Матч с немцами кассы ломают бедлам. Простившие родине все их обиды катили болеть за нее инвалиды, войною разрезанные пополам, еще не сосланные на валаам, истории выброшенные в хлам и мрачно цедили в фриции, в гниды. За нами Москва проиграть это срам. Хрущев, ожидавший в Москву один аура, в тоске озирался по странам, такое нам не распихать по углам. Эх, мне бы сейчас фронтовые сто грамм, незримые струпья, отран отдирая, катили с медалями и орденами об рубке войны, к стадиону Динамо, единственный действующий храм, тогда заменявший религию нам. Катили и прямо, и наискосок, как бюсты героев, кому не пристало на досках подшипниковых пьедысталов прихлебывать, скажем, березовый сок из фронтовых алюминиевых фляжек, отягив, хлебнуть, поскорей, без отчажек, напиток брачный, по цвету табачный, от них не бутылочный, по вкусу обмылочный, а может, опилочный, из табуретов страны советов, непобедимейший сапогон, который можно, его отбедав, подзакусить рукавом, сапогом, и может, египетские пирамиды, чуть сдрогнув, услышали где-то в песках, как с грохотом катят Москве инвалиды с татуировками на руках увидела даже статуя Либерти за фронт припоздавший второй со стыдом, как грозно движутся инвалиды те видением отмщения на стадион, билетов не смели спросить контролерши, глаза от непрошенных слез не протерши, быть может, со вдовьей печалью своей, а парни солдатики, выказав навыки всех инвалидов, подняли на руки их усади попрямей, побровей, с самого первого ряда впервей, а инвалиды как на поверке все наготове держали фанерки с надписью прыгающей бей фрица, снова траншеи готовые врыться, будто на линии фронта лежат, каждый друг другу предсмертно прижат, у них словно нет половины души, их жены разбомблены и малыши, что же с ненавистью поделать, если в них пол души и пол тела, еще все трибуны были негромки, но Боря Татушин, пробившись по кромке, пас паршину дал, тот от радости миг мяч бухнул в ворота, сам бухнулся в них. Так счет был открыт, и в неистовом гвалте прошло озарение по тысячам лиц. когда Колю Паршина поднял Фридс Вальтер, реабилитировав имя Фридс, Фридс дружбы не злобой загол отплатил ему, он руку пожал с уважением ему, и инвалиды зааплодировали бывшему пленному своему. Но все мы вдруг сгорбились, постарели, когда вездесущий тот самый Фридс, носящий фамилию пистолета, нам гол запулил, завершая свой блиц. Когда нам игол второй засадили, наш тренер почувствовал холод в Сибири, и аплодисментов не слышались звуки, как будто нам все отсекли даже руки. И вдруг самый смелый из инвалидов вздохнул восхищение горькое выдав. Я, братцы, скажу вам по праву танкистам, ведь здорово немцы играют. И чисто и хлопнул разок всех других огорошек в свои обожженные в танке ладоши, а кореш в тельняшке подхлопывать стал, качая по скрипывающей пидостал, и смылись все мстительные мыслёнки, все с вами не чище от чистой игры. И чувству это Ильин и Маслёнкин в чистую завили красавцы голы. Теперь в инвалинах была перемена, они бы фанерки свои колена сломали, да не было этих колен. И все таки призрак войны околел. Нет стран, чья история лишь безвиновья, но будет когда-нибудь и безвиновья. И я этот матч вам на память дарю. Кто треплется там, что надеждам всем крышка, я тот все помнящий русский мальчишка, и я как свидетель вам всем говорю, что блесжило братство народу в зачатке, когда молодой Шияшин перчатки подал, как просто вратарь вратарю. Фрис Вальтер, вы где? Что ж мы пиво пьем розно? Я с этого матча усвоил серьезно, дать руку кому-то не может быть поздно, а счет стал три-два в нашу все-таки пользу, но выигрыш общий не разделил. Вы знаете, немцы, кто лучший гид? Кто соединил две Германии вам? Вернитесь в тот матч и увидите там кончаются войны не жестом Фемиды, а только когда забывая обиды, войну убивают себе инвалиды, войною разрезанные пополам. гидриды, гидриды, Керкинград, игроки Хорст Эткель, Гарп Хапперс, Генбур Фран, Вернер Ибрих, Йозеф Осипал, Йозеф Рерик, Эрик Юшковян, Ланс Шеффер и Макс Орпо. Тренер Гавриил Качаков, капитан Уберметра, Вратарь Яшин, Макашкин, Цальников, Масленкин, Огоньков, Паршин, Рокунов, Егин, Исаев и Татус. На всех капустниках, на обсуждениях очень часто в том числе поэты Ефершенко, Вознесенский, кто-то из других авторов, Белла Ахмадулина, тот же Акуджава и так далее, тоже читали свои стихи и пели песни и так далее. То есть это было действительно свободное общение такое вот, очень важное для всего. Могу два комментария по этому фильму сказать. Все то, что вы видите, это абсолютно документальные кадры, за исключением одного, который попросил. Вначале его не было. Это Евгений Александрович Женя попросил, чтобы все-таки он был включен. Человек, который катится на бушанке. Самовар – это игровой кадр из его фильма «Похороны Сталина». Все остальное – это документалка. Женя, когда увидел этот фильм, он сказал, что этого не может быть, потому что когда он снимал «Похороны Сталина», он не смог в Красногорске с его связями найти, с его значением, кто такой Евтушенко, ни одного кадра. Нет вообще раненых, нет убитых. Одни доски почета, награждений и всего прочего. И в Красногорске, и в Госфильмофонде все то же самое. Вот те фотографии, которые здесь есть, две фотографии мне нашли в Соединенных Штатах Америки. Одну подарили из музея фотографии Ольга. И еще одну. Случайно у кого-то дома была, из его семейной. Все. Эти фотографии нет. Это стертая история. Именно поэтому так легко ее фальсифицировать. Потому что она совершенно как бы… Больше того, вот книга, по которой читает стихотворение Евгений Александрович, она была издана в Донецке клубом кибицев команды «Шахтер Донецка», болельщиков «Шахтер Донецка». В Москве в его антологию стихотворения включать отказались. Цензура. Это еще не сегодняшний день. Евгения Александровича уже довольно давно нет среди нас, к сожалению. Разумеется, в российском телевидении этот фильм никогда не показывался. Ну и последнее, чем, наверное, надо закончить. Самая последняя моя сумасшедшая идея в России была установить памятник Юрию Петровичу Любимову. Этот памятник в проекте существует. Существуют его макеты. У меня он есть. Вылепленный. Лепили, работали над этим памятником те же художники, скульпторы, которые работали над памятником Иоанна Павла II и Екатерины Гениевой. К сожалению, в театре вообще об этом разговоры. А Пексимова отказалась говорить на эту тему категорически. В общем, это была последняя идея, которая была. И поняв, что вот здесь со всеми моим опытом, связями я ничего уже не добьюсь, я понял, что этого, ну, может быть, когда-нибудь и будет, но явно в другой жизни. Вот при всех тех вещах, которые в моей жизни были, самые счастливые годы, это, безусловно, были годы Таганки. Твой добрый человек из Сизуана Живет еще, спасибо, что живой Зачем гадать цыгану на ладонях Он сам хозяин на твоей судьбой Скачи, цыган, на деревянных конях Гони коней, спасибо, что живой Зачем гадать цыгану на ладонях